Всем привет! И сегодня у нас очередная видеосъемка. Как вы могли догадаться, буду я снимать лягушек. Только что я им почистил их в аквотеррариум. Теперь он чистый. В нем 4 литра свежей воды, отстоявшейся. Свежая зелень, еще не подкисшая, не превратившаяся в лохмотья. А кормить мы их сегодня будем свежей саранчой. Вот у меня тут такой вот контейнер полный молодой саранчи. Да, саранча продается как взрослая, так и молодая. Тут парочка молодых самцов саранчи и совсем маленькие, еще не окрылившиеся. Наши лягушечки голодные, поэтому они будут жаждать своей пищи. И это, между прочим, очень показательно, как они управляются с достаточно крупными насекомыми, такими как саранча. Я был свидетелем того, как они легко расправлялись с кузнечиками, когда были более маленькими. А сейчас они неплохо справляются и с саранчой. И первая реакция лягушек это испуг. Поэтому их нужно немножко простимулировать. Хотя вот одна из них уже видит. Здесь много еды. Очень много еды. Первая саранча пала жертвой молодой самки. Самец пошел драться. Он тоже хочет кушать. Вот так вот доминирующий самец. Просто взял и подмял под себя самочку, пока она догрызает саранчу. Это не честно. Поэтому мы подвинем его. А сами займемся тем, что найдем вторую самочку, которая еще ничего не съела. Надеюсь, она от меня не убежит. Вот убегает. Можем увидеть. Самочки, они всегда более прыткие, более вертливые и более, так скажем... О, удачно приземлилась. А, схватила добычу покрупнее. И, как ни странно, она вполне справится с этим санцом саранчи. Да, кто не знал, даже у травяных лягушек есть зубы. И они медленно могут разгрызть. Точнее, немедленно, а даже очень быстро. Пару раз я наблюдал, как от саранчи оставалось одно туловище. А все остальное лягушки буквально отгрызали. Они голодные, поэтому... О, как она помогает. Себе же проглатывать. А эти двое смотрят. Вот это еще... У этой лягушечки еще торчит лапа из пасти. А самец заметил движение. О, оба заметили. Саранча выдает себя движением. Вижу, самец все-таки подхватил. О, оба заметили. Одну из саранчей. Почти полностью заглотив. Лапки им не помешают. Вот еще один самец. Он подумал, что здесь есть еда. Поэтому надо бы присоединиться к пиршеству. Ну, кто первый. Тем временем наша самочка, которая сожрала саранчу побольше, все еще пытается ее проглотить. Ничего страшного. Ей это вполне удастся. За некоторое время они вполне себе сделают все необходимое. Проглотят. А тем, кто съел маленькую саранчу, тем будет мало. Парочка саранча у нас тут плавает, пытаясь утонуть. Поэтому мы ее на более видное место поставим, чтобы она двигалась. Ага. Сразу видим. От хищника не скрыться. Тем временем самочка уже забралась наверх и думает, кого бы еще скушать. Самой саранчи осталось уже не так много. Я вижу буквально пятерых. Живых, хотя их было до этого 10 штук. Осталось пять. Быстро умяли. Сейчас по очереди. Один за другим. Быстро умнут. Как обычно только длинные ноги торчат изо ртов. Но еще одна самочка видит движение и думает, может я его съем. Саранча на всякий случай неестественного цвета. Она опалена витаминами и кальцием. Как раз для роста лягушек. После зимней спячки им также необходим корм с дополнительными витаминами. Подвинем немножко камеру и посмотрим, что будет. Пожалуй, для пущего эффекта мне нужен пинцет. Лягушки пока вяло реагируют. Но, тем не менее, реакции есть. Ну-ка, посмотрим. Убежала. Такой трапезы им хватит на несколько дней. Сочные, питательные. Смотрите, как их животики растут на глазах. Уминают только в путь. Главное покормить самок, поскольку они все время теряют несколько в росте. В отличие от самцов, которые выросли упитанными и толстыми. Впрочем, самцы по одной из саранча умяли, поэтому за них я не переживаю. Всегда больше переживаю за здоровье самок. В конце концов, как никак, я собираюсь некоторое потомство вывести из этих травяных лягушек. Ну, как раздулось. Кстати, пока кормим их чем-то подобным, что опылено витаминами и кальцием, необходим солнечный свет. Точнее, его подобие. О, сейчас самец заметил жертву. Солнечный свет, как я и говорю, необходим для того, чтобы синтезировать кальций. Чтобы он ушел в кости, в рост костей. Да, в отличие от самок, самец еще голодный. Немножко поможем ему. Ага. Но он не успел. Пожалуй, мы дадим ему вон ту крупную саранчу, которая отпрыгнула. Что-то у нас распрыгались лягушки. Саранча цепляется, барахтается. В общем, всячески внимание к себе привлекает. Посмотрим, достаточно она привлечет внимание. Лягушек. Кое-кто пытается вылезти, но по стеклу им это не удастся. А вот привлечь внимание очень даже. Осталось только четверо. Самец. Похоже, эта самка наелась. А вот самец нет. Он пытается среагировать на движение. Кстати, осталась наиболее прыткая саранча. У всех из них есть ноги. А безногие уже поплатились. За свою нерасторопность. Ну-ка. Интересно, сейчас что-нибудь будет. Пока что не очень. Кажется, самка пришла в движение. Что ж, тогда поможем нашему самцу. Он уже, вижу, нацелился. Заглотил. Снаружи осталась только нога. Ладно, поможем еще одному самцу раздобыть себе корни. Если он сообразит, конечно. Но мы ему, конечно, поможем. Немножко. Единственное, что рягушки не могут, это нормально реагировать на движение. Когда движения нет. Они не сильно поднимают. Можно это есть, нельзя это есть. Оно закончило двигаться, значит, это камень. Что-то неживое. Ну-ка. Схватил и утащил. Под бревном не видно. Да, под бревном темно. Но могу заверить, что саранчу постигла участь обеда. Ну что ж, по две штуки они уже съели. Еще две саранчи я оставлю им. Кто проголодается, тот и возьмет. А на сегодня я заканчиваю видео. До новых встреч. Берегите своих питомцев. Кормите их хорошо. Особенно экзотических. Кормите их. Продолжение следует...